Дорогие друзья, всем большой привет из солнечной Турции. Кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна и вы смотрите канал Turkey in Life. У нас сегодня второй день в Алании. Если вчера мы гуляли по Махмутлару в основном, то сегодня мы выбрались в город, посмотреть, как Алания изменилась за эти три года, пока меня здесь не было. На самом деле, я могу сказать самое смешное, что за три года я здесь практически все забыла, что здесь на каких улицах, поэтому мне, так сказать, понадобилась подмога. И компания, через которую мы арендовали апартаменты, Arbat Homes, предоставила нам в помощь свою сотрудницу, девушку Айгуль. Айгуль нам как раз сейчас показывает город. Вот Айгуль, Айгуль приехала с нами, сейчас мы с ней пообщаемся. Доброе утро, Айгуль! Доброе утро, Анна! Как настроение? Очень прекрасное настроение, настроение еще больше улучшается, когда мы выезжаем и смотрим на всю эту красоту. Когда приезжают наши клиенты, мы всегда в первую очередь показываем все достопримечательности нашего прекрасного города, виды на Средиземное море. Поэтому я не случайно сюда с вами приехала. Вид действительно потрясающий. Сегодня будем смотреть Аланию целиком, посмотрим самые главные достопримечательности, самые красивые места, не выключайтесь, будет много всего интересного. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся на обзор. Здесь есть очень хороший ресторан, куда мы всегда ходим, и наших клиентов непременно сюда привозим, потому что отсюда очень прекрасный вид на Козелкуле, на крепость. Также есть, отсюда можно увидеть вид на всю Аланию, то есть туда мы тоже можем проехаться. О, здорово! Айла Фалания, да, там есть очень такая панорамная, панорамный вид очень красивый, там же есть, можно много мест, где можно пофотографироваться для памяти. Мы приехали на главную площадь, здесь позади меня памятник Ататюрку. А почему мы сюда, собственно, приехали? Потому что сейчас в Алании цветут тюльпаны, и это божественно. Немножко, так скажем, мы припозднились к тюльпанам. Многие уже отцветают, к сожалению. Но все равно такая красота неописуемая. Здесь вот такая надпись. Бир Аланиям из ваш. Тоже ее в разные цвета раскрасили. Очень красиво. Смотрите, потрясающе, не правда ли? А это один из моих самых любимых парков в Алании. Все-таки насколько красивый, зеленый, ухоженный город Алания. Насколько здесь приятно гулять, даже не в сезон, даже зимой. Ну а мы идем в сторону старого порта. Летом здесь, на самом деле, просто не пройти. Так многолюдно. А сейчас отлично, можно спокойно гулять. Классные такие тележки тоже сделали. Здесь продают свежевыжатые соки. А здесь, напротив, ночные клубы, рестораны, кафе. Дошли, наконец-то, до Красной башни. Главная достопримечательность города. Решили немножко подняться вверх. Вот такая вот узенькая дорожка вдоль крепостных стен. И такая вот красивая обзорная площадка. Народ здесь фотки делает. А море, правда, разбушевалось сегодня. Все-таки красивое место. Все-таки красивый город Алания. Хоть и небольшой, но такой уютный, спокойный. А мы сейчас едем в новый парк, который с буквами на горе, прямо как Голливуд, можно сказать. Отсюда видна надпись. Поедем туда. В гору надо ехать вот по такой дороге. Посмотрите, прямо как Голливуд практически. Надпись I love Алания на холме. И вот такой вот вид на море. Сейчас туда еще наверх поднимемся. Вот пришли мы. Поднялись в сам парк. Он, кстати, практически... Очень классный. Я когда здесь жила, я помню, что его еще не было. Когда открыли? В 2018 году его открыли уже. Строительство началось в 2017. В 2018 году уже все благоустроили. Теперь жители, также туристы, могут радоваться этим местом. Любоваться на всю Аланию. Как на руках, как на ладоней. Классно здесь все сделали. Смотрите. Фонтаны, беседки. Люди облагораживают, все готовят к новому сезону. А вот там магазинчики, кафе. И действительно, вся Алания как на ладони. Смотрите, вон он, Аланийский полуостров с крепостью. Море, город. Жалко, погода немножко подкачала. Но ничего. Обзорные площадки сделали. Кстати, смотрите, парк многоярусный. Снизу там тоже есть детские площадки, тренажеры, беседки, мангалы для барбекю. В общем, задумка просто потрясающая. Ну и, конечно, вид как на ладони. Высоко сколько здесь метров? Да, мы сейчас находимся в 450 метрах от моря, над уровнем моря. Здесь многоярусный, многослойный большой парк создан. Здесь и кафе, и рестораны. То есть, с момента, как построили этот парк, Алания стала еще краше. Согласна. Очень классное место. Мы буквально полчаса тут провели, фотографируясь и так далее. И небо расчистилось. Такая переменчивая погода на Средиземноморье весной. Сейчас я вам покажу классные кадры. Идем снова наслаждаться видом. А над горами, а над горами-то тучи все равно. Посмотрите, мне кажется, что видно аж до самой Газипаши отсюда. Здесь всевозможные павильончики. Я там отражаюсь, по-моему, в окне. Где можно купить сувениры всякие. Чего-то перекусить. Летом, конечно, это все откроется. Здесь будет гораздо более многолюдно. Ну, а мы поехали вниз. Спустимся к пляжу Клеопатры. Мы спустились вниз. Решили прогуляться еще по этой стороне. Посмотреть на пляж Клеопатры. На гору крепости. Вот отсюда прям уходит терриферик. Но на крепость мы не пойдем. Я крепость уже показывала на своем канале. Если вы не смотрели видео, кликайте по подсказочке вверху экрана и переходите. Здесь, на самом деле, столько красивых зеленых парков, что, смотря на все это, глаз радуется. Очень красивые здесь парки, конечно, в Алании. И мы пришли на пляж Клеопатры. Народ-то загорает, смотрите. Март месяц, а народ активно загорает. Очень прямо даже удивительно. Близко подходить не будем, чтобы не беспокоить отдыхающих. Но видите, да? В Алании на самом деле смельчаки. Кто не боится прохладной воды, купается и зимой. Вот он, посмотрите, целеперик поднимается на саму крепость туда. И отсюда вид на пляж Клеопатры открывается. А это одна из моих любимых частей пляжа Клеопатры. Точнее, это уже другой пляж. Это пляж Домлатаж. Решила вам показать цены. Цены очень поднялись с последнего раза, когда мы здесь были. Смотрите, 28 лир туда-обратно. Для студентов 17, точнее для учеников, в одну сторону 22. Смотрите, а для тех, кто живет на крепости, за 3 лиры можно подняться на телеперике. А для тех, кто живет в Алании, билет стоит 10 лир. Парк Клеопатры. Очень красивая здесь набережная на самом деле. Собственно, сама Клеопатра. Что очень классно, очень много места для активного времяпрепровождения. Например, смотрите, теннисные столы, бесплатные баскетбольные, волейбольные площадки, детские площадки. В общем, все для комфортной жизни, для комфортного отдыха сделано в городе. Вся набережная – это вот такие вот зеленые парки. Все-таки хорошо вкладывает городская администрация в благоустройство города. Ну а здесь теннисные корты. Вот такая вот потрясающая просто набережная. Друзья, ну что ж, вот такое вот небольшое видео у нас получилось про Аланию. В сезон здесь, конечно, будет гораздо больше активности. Сезон здесь будет, конечно, гораздо больше жизни. Но несмотря на то, что еще фактически зима, но, точнее, начало весны, но здесь действительно классно. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Если вас заинтересовала информация о фирме, занимающейся недвижимостью, через которую мы арендовали апартаменты в Алании, то заходите в описание под видео. Там будут все контакты, ссылка на сайт, телефон. Ну а я буду с вами на этом прощаться. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И до новой встречи. Пока-пока.